МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Силовики обнаружили блиндаж для проживания более пяти человек. Среди изъятого два ручных пулемета, 9 гранат, самодельное взрывное устройство, сотни боеприпасов. Напомню, режим КТО был введен на части территории Урбанского и Черекского районов накануне с 8 до 19.30. МРСК Северного Кавказа обжалует решение Республиканского управления Федеральной антимонопольной службой, согласно которому компания отказана в долговременной аренде нальчикских городских электросетей. Об этом сообщает Департамент по связям с общественностью компании. Напомню, о своем решении УФАС по КБР сообщила 18 июня. В заключении службы указано, что передача в аренду сетевого имущества нальчикской компании приведет к усилению доминирующего положения МРСК Северного Кавказа на рынке передачи электроэнергии. 20-летний юбилей отмечает в эти дни Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук. Праздничные мероприятия продлятся две недели. В интеротеле Синдика прошло торжественное открытие научного симпозиума, в котором, помимо ученых, участвовали представители органов власти и общественности Республик Северного Кавказа. Подробности у нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Международный симпозиум, устойчивое развитие, проблемы, концепции моделей собрал в нальчике ученый Мир Северокавказского округа. Отмечать юбилей проведением крупных научных форумов здесь уже традиция. 20 лет – это лишь начало серьезного пути, отметили участники торжеств. Впереди дерзкие планы и большие возможности. Это возраст, так сказать, 20 лет, это возраст замужества, это возраст молодости, это возраст перспективы. И я надеюсь, что у этого содружества, видимо, будут реорганизации, будет вхождение вот этих разрозненных институтов наших, адыгейских, карачаево-черкесских, научно-исследовательских. Мы объединимся под этой кровлей академической. Я на это возлагаю большие надежды. Заместитель председателя правительства КБР Галина Портова передала поздравление главы Республики Арсена Конокова научному сообществу Республики с пожеланиями плодотворной работы. Сегодня он представляет собой целостную систему научных институтов, комплексных, многопрофильных отделов и специализированных лабораторий. Здесь сложился дружный коллектив единомышленников. Это вселяет уверенность в сохранении и приумножении интеллектуального потенциала Центра. Большую группу ученых наградили почетными грамотами КБР. Нескольким представителям Центра присвоено звание заслуженных деятелей науки. Поздравлением присоединился председатель парламента КБР Анвар Чеченов. Он подчеркнул особую духовную ценность работы научного Центра и вручил почетные грамоты законодательного органа. Рождение самостоятельного научного Центра не было легким, но усилия оказались вложенными не зря, отметил руководитель КБНЦ Петр Иванов. Сегодня в составе Кабаринобалкарского подразделения Российской Академии Наук 6 самостоятельных научных учреждений и 2 Центра. Иванов выразил удовлетворение тем, что новое руководство Российской Академии Наук во главе с Владимиром Фортовым берет курс на максимальную приближенность региональной науки к Центру. Такая позиция определяет по существу новую региональную политику Российской Академии Наук, устанавливающую принципиально новые взаимоотношения между Российской Академией и регионами, в которых региональный научный Центр, как утверждает президент Рам, должен взять на себя научное сопровождение стратегии модернизации регионного общества и дать ясную программу социально-экономического, технологического и культурного развития своего региона. Торжества по случаю 20-летия Кабардино-Балкарского научного центра продолжаются. Участники международного симпозиума работают в научных секциях. Сафар Гиреев, Анатолий Гиреко. Вести Кабардино-Балкария. А 70-летие парламента Кабардино-Балкарии молодежная палата при законодательном органе отметила джип-спринтом. На кенжинских бездорожьях за кубок боролись экипажи из Кабардино-Балкарии и гости из соседних республик. Участникам пришлось преодолевать не только естественные ухабы, но и специально созданные грязевые ванны и водные преграды. Ну а как с ними справлялись гонщики, знает мой коллега Осман Казаков. Джип-спринт собрал любителей быстрой внедорожной езды из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Аллани и Ставрополе. Всего около 40 экипажей. Еще до старта проверка техники. 409 двигатель, военные мосты. Все подготовлено, сделано для гонки. Проверяю перед гонкой. Вроде все нормально. Соревнования посвятили 75-летию высшего законодательного органа республики. Главный приз Кубок парламента. Трассу готовили еще задолго до соревнований. Вот последние 2-3 дня, значит, ребята отсюда вообще не выходили. Вчера ночевали здесь люди. То есть забивали там колышки, растягивали ленточки, полностью готовили трассу. Позавчера здесь работали трактора, где-то подкапывали, где-то меняли русло реки, создавали болото. Официальные участники в таком жаре решили не затягивать. Депутаты и представители Кенжинской администрации пожелали удачи участникам заезда и был дан старт. Три категории внедорожников. Стандарт, туризм, спорт. У каждого класса свой маршрут прохождения трассы. Кстати, общая протяженность 2,5 километра. За каждый поломанный флажок или порванную ленточку штрафные баллы. На распоряжении каждого гонщика 1 час. За это время они должны проехать как можно больше кругов. Старт внедорожников, хоть и с интервалом в несколько минут, тем не менее некоторые машины ехали рядом, стараясь идти на обгон. Не главное, как ты стартуешь. Не главное, как ты едешь. Главное, как ты приедешь. Это такие соревнования, где машина, которая может у нее лошадей, может и слабее быть, но она пройдет быстрее в итоге. Опыт, профессионализм и аккуратность в вождении. Вот залог успеха, говорит имя Жан Босиев. Однако совместить эти качества удалось не всем. Сложность трассы не слишком высокая, но неприятности экипажам доставила немало. Замкнуло. Старфер начал сам по себе крутить. Замкнуло где-то. Если этим участникам все же удалось вернуться в гонку, другим экипажам повезло меньше. В итоге треть внедорожников не справилась с трассой. За победами и поражениями наблюдал председатель республиканского парламента Ануар Чеченов, который признался, такого количества команд и зрителей не ожидал. Впечатление огромное. На самом-то деле это экстремальный вид спорта, мужественный спорт. Участники из себя выжимают по-моему все. Прекрасно ведутся связания. Я удавлю кладом тем, что я вижу. Победители и призеров гонок определили в каждой категории, а также разыграли приз на самую сумасшедшую езду. Осман Казаков, Золот Конкулов, Вести, Кабардино, Балкария. И последнее. Более полутора миллионов рублей. Таков итог пятичасового телемарафона «Всем миром поможем нашим соотечественникам». Накануне его организовали в Нальчике, чтобы поддержать сирийских черкесов. На эти средства Международная черкесская ассоциация намерена приобрести и отправить дома с гуманитарной помощь. Напомню, благотворительная акция прошла в рамках Всемирного черкесского форума, но она еще не завершена. Нести пожертвования можно еще в течение недели. На сегодня это последняя информация. Все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте вестикбр.ру. Всего доброго.